Добрый вечер в эфире подробности с итогами информационной субботы 10 марта в студии Алексей Фадеев и вот некоторые темы выпуска. Страна аспирант. В НАТО официально заявили о внесении Украины в список претендентов на членство в Альянсе. Новый друг. Министерство иностранных дел представило систему добровольной регистрации граждан, выезжающих за границу. Бывших не бывает. Разведчик Сергей Скрипаль сотрудничал со спецслужбами, рассказывая об особенностях разведки РФ. Итак, начнем. Боевики продолжают нарушать перемирие в зоне военных действий на Донбассе. За последние сутки там зафиксировали три обстрела наших позиций на Донецком и на Луганском направлениях. В результате один военный ранен, сейчас он в госпитале. Подробнее о ситуации в АТО расскажет наш корреспондент Игорь Левенок. Передовая в районе Красногоровки, местность вокруг окутал густой туман. Бойцы напрягают глаза, высматривают противника. Такая погода идеально подходит для диверсионно-разведывательных групп. Бывает густейший туман, они могут спокойно подойти по этой посадке. Перемирие? О таком здесь не слышали. Вражеские снайперы стреляют каждый день. Над бруствером лучше не показываться. Бывает такое, что я так прицельно, что потом после того вообще страшно вылазить, выглядывать. Даже в трубку страшно дивиться туда. Солдаты говорят, кроме снайперских пуль сюда прилетают сюрпризы и потяжелее. Окупанты открывают хаотичный огонь в сторону наших позиций. Зачастую из минометов. На военном лексиконе это называется «кошмарят». Вчера до нас прилетел такий снаряд, что все бліндажи, которые в округе затрусились, аж посыпалась земля в бліндажах. Это не явно не 80-та мина, а как минимум 120-та, что-то крупнейшее. Обстрелы с боку врага продолжают. В основном это обстрелы с стрелецкой оружием. Активно очень работают на пера. Кулеметы разных типов и разных калибров. Бывают такие обстрелы, хаотичные обстрелы, что просто... Ну, ребята считают недостаточно их подавать в штаб, поэтому количество обстрелов значительно меньше. Ответный огонь на подобные обстрелы военным открывать нельзя. Поэтому армейцы укрепляются и держат ухо востро. Когда объявляют перемирие, мы больше бронежилету на себя одеваем. Потому что это перемирие опасно. Накануне в этих окрестностях был ранен один наш боец. Вражеская пуля попала ему в ногу. Сейчас солдат в госпитале, рано заживает. Обещают скоро вернуться в строй. Военные говорят, боевого настроения они не теряют. Им нужен мир, а не перемирие. Будет приказ, будут и ты, хлопцы. Вот это я вам скажу. Игорь Левинок, Богдан Савруцкий, Сергей Байдала. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. НАТО включил Украину в перечень стран, которые стремятся стать членами Альянса. Об этом сегодня сообщили на сайте организации. Президент Петр Порошенко назвал эту новость долгожданной. И заявил, что следующая цель Украины – план действий относительно членства НАТО. О том, что от Киева не было официальной заявки на добавление в перечень так называемых стран-аспирантов, генсек НАТО упомянул еще на конференции по безопасности в Мюнхене. После этого президент Порошенко направил официальное письмо, на основании которого Украину и включили в список. Хакеры, атаковавшие немецкие правительственные сайты, украли документы об Украине, Белоруссии и о Брекзите. Об этом сообщает немецкое издание «Шпигель Онлайн». Всего злоумышленникам удалось похитить шесть файлов, большинство из них о переговорах с Британией, а также с Украиной и Белоруссией. Утечка последних произошла, когда службы безопасности уже знали об атаке и контролировали ее ход. Хакерская группа APT28, которая обычно связывает с Россией, взломала серверы МИД и Минобороны Германии 28 февраля. Германия готовится к смене правительства. Уже в среду присягу примут канцлер и новые министры, в том числе и новый главный дипломат страны Хайко Маас. Кто он и следует ли ожидать изменений во внешнеполитическом курсе Германии? Ответы на эти вопросы от Татьяны Лагуновой. Ключевое министерство Германии иностранных дел готовится к переменам. В следующую среду главный кабинет в этом ведомстве займет новый руководитель Хайко Маас. В МИД он переедет из Минюста, здание которого находится на соседней улице, буквально в пяти минутах ходьбы. И его назначение на эту должность – один из самых больших сюрпризов нового правительства. В процессе формирования коалиции за пост главного дипломата боролись совсем другие политики. Сначала это кресло планировали отдать сопернику Ангелы Меркель на выборах и лидеру социал-демократов Мартину Шульцу. Но резко против выступил министр действующий Зигмар Габриэль. И Шульц, чтобы спасти партию от политических дрязг, взял самоотвод. Партия же решила наказать Габриэля и не нашла для него места в новом кабинете. Сегодня моя последняя официальная встреча и последняя пресс-конференция на международную тематику. И я рад, что провожу ее с хорошим другом Германии. Во время этой же пресс-конференции с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Габриэль от журналистов узнал имя своего преемника. Если это так и министром иностранных дел станет Хайком Ас, то я думаю, он отлично справится. У меня тоже все хорошо. Удачи и до свидания. Хайком Ас, будучи министром юстиции, демонстрировал дипломатическое мастерство и четкую позицию. А еще он занимается триатлоном, а значит вынослив, что очень важно для министра иностранных дел. Серьезные конфликты быстро не решаются, а он знает, как распределить силы, чтобы достичь цели. Сам МАС на международные темы пока особо не высказывался, так что пресс-конференцию будущего министра. Журналисты ждут с особым нетерпением. Не исключено, что смена правительства в ближайшее время может ожидать Израиль. Перспектива досрочных выборов в стране становится все четче. В парламенте накаляются страсти вокруг законопроекта, который может запретить армейскую службу для ортодоксов. Все новости в стране сейчас начинаются с заголовка «Коалиционный кризис». Правительство трещит по швам. Всему причина так называемый закон о призыве, который должен запретить призывать в армию ультра-ортодоксов. В стране сложилась парадоксальная ситуация. Светские граждане служат в армии, работают, платят налоги. Члены религиозной общины в большинстве своем от этих обязанностей освобождены. Они вроде как носители традиций. Но это противоречит закону о всеобщей воинской обязанности. Поэтому представители религиозных партий пытаются продвинуть новую инициативу, чтобы на ее основе законным образом избегать службы в армии. Это тот редкий случай, когда представители оппозиции правящего большинства оказались единодушны, категорически против этого закона. Документ фактически является дискриминационным и ставит одну часть жителей страны выше другой. Закон об уклонении от службы в армии оскорбляет государство и всех военнослужащих. Он оскорбляет Тору. Нигде в священном писании не сказано, что можно отправлять других вместо себя на поле боя. Но религиозные партии собираются идти до конца. Их представители заявили, если закон отклонят, не будут голосовать за бюджет. А это осложнит работу правительства. Тогда министр финансов Кохлон уже пригрозил, что выйдет из коалиции и кабинет развалится. То же самое говорят и представители других партий. Мы не собираемся разваливать правительство. Будем сражаться изнутри до последнего, чтобы остановить продвижение неприемлемых инициатив. Но если закон пройдет в третьем чтении и будет принят в такой формулировке, как сейчас, мы проголосуем против и выйдем из правительства. А это означает досрочные выборы. Своевразная традиция израильской политической системы. За последние 25 лет ни одно правительство не досидело до конца своего срока. Судьба нынешнего решится в ближайшие дни. Сергей Услендер. Подробности. Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. Успехи и неудачи украинских властей обсуждали сегодня в рамках брюссельского форума. Встречу на высоком уровне открыла верховный представитель ЕС Федерико Маггерини. Во время дискуссии об Украине в адрес Киева прозвучало немало острых вопросов. Слушала и расскажет больше Елена Абрамович. Несмотря на ранний час и выходной, дискуссия об Украине собрала полный зал. Киев представляла вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ивана Клымпуш-Цинцадзе. И ей пришлось отвечать на целый ряд вопросов о правах нацменьшинств, расследовании крушения Боинга MH17 над Донбассом, борьбе с коррупцией. В прошлом году Евросоюз не перечислил 600 миллионов евро Украине, потому что был недоволен реформами. В этом году планируют выделить миллиард, если Украина создаст по-настоящему независимый антикоррупционный суд. Противостояние существует. В то же время есть обязательство завершить этот процесс. Правительство уже предусмотрело деньги в бюджете на этот год на создание суда. Как только парламент найдет волю проголосовать, процесс запустится. Но не забывайте, на это требуется время. В защиту Украины выступила представительница Еврокомиссии. Заметила, что не согласна с мнением, что Киев тормозит реформа. И привела примеры успешных решений. Например, отпустив курс гривны, у олигархов забрали возможность манипулировать фиксированным курсом. Или возьмем нафтогаз. Весной 2016-го тарифы на газ установили на уровне импортного паритета. Таким образом, всего за одну ночь устранили самый большой источник коррупции. Когда же речь зашла о членстве Украины в НАТО, все согласились, что сначала нужно решить проблему с войной на Донбассе. По мнению спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, необходимо выполнение минских соглашений, которые сейчас не работают. У нас есть Россия, которая подписала минские соглашения вместе с Украиной и ОБСЕ. Но никогда не было длительного прекращения огня, потому что действует российская командная контрольная силы. Но помимо разрешения конфликта на Донбассе, для членства в Альянсе Украине нужно продолжать реформы. И с этим согласны и в Брюсселе, и в Киеве. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Продолжаем выпуск новостей. Скандал вокруг отравления бывшего российского разведчика обрастает подробностями. По последним данным, бывшим Сергей Скрипаль не был. Он работал на разведывательные службы Великобритании и других стран. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники. По их сведениям, после обмена и переезда в Британию в 2010-м, Скрипаль продолжал передавать информацию зарубежным спецслужбам. Он мог рассказывать об особенностях российской разведки, объяснять тонкости, засылки и вербовки. Сейчас Сергей Скрипаль и его дочь находятся в больнице в критическом состоянии. Отравили их неизвестным нервно-паралитическим веществом. Снова в Украину трагедия в Кировоградской области. Сегодня в селе Верблюжка. Во время пожара погибли трое детей. Мать оставила их дома без присмотра. Самый младший годовалый малыш, старшим 4 и 3 года. О том, что пылает дом, пожарным сообщили соседи. Огонь удалось погасить только через 2 часа. Причины возгорания еще устанавливают. Известно, что в сгоревшем доме было печное отопление. Охоту на активистов открыли неизвестные в Черновцах. Всего за несколько дней в городе совершено 2 нападения на сотрудников портала «Стоп коррупции». Их жестоко избили. Как все было и кто за этим стоит, свои версии пострадавшие рассказали нашим журналистам. На активиста портала «Стоп коррупции» напали накануне около 8 часов вечера. Николай Пятиченко возвращался домой. Не успел выйти из машины, как на него набросились двое неизвестных с молотками. Я лишь видел, что молоток впереди, и молотком не бьет сюда. Они начали махать. Я говорю, по голове целились, а руками начал закрываться. Тут еще раз попал сюда, киду обхоль. Я упадаю, у меня провалився моя ракетница в карман. Ну, это в рукав. Я пока ее вытащил, я типа притворился, что мне кердик один крикнул, ему *** побегли. Ударов было минимум полсотни, говорит Николай. Нападавшие целились в голову и ноги. На крики выбежали продавцы из соседнего магазина. Но говорит на камеру, что видели, отказывается. Николай вызвал скорую помощь. В больнице его осмотрели, раны перебинтовали. Но оставаться в медучреждении пострадавший отказался, побоялся расправы. К слову, это уже второе нападение на активистов стоп-коррупции за последние несколько дней. На днях четверо неизвестных жестоко избили друга Николая, общественника Валерия Ирине. Его тоже поджидали у подъезда его дома. Но мужчине удалось отбиться. Родов 20. Они кулаками не били, только металевыми предметами. Это не их стиль бить кулаками. Они пришли делать свою работу, то же кулаки там недоречные. Они пришли делать то, за что им заплатили. В полиции по обоим фактам открыли уголовные производства. За звернением потерпелого полиция открыла криминальное проведение за частину 2 ст. 345.1. Погроза або насильство щодо журналистам. По другому потерпелому також открыто криминальное проведение. Самые пострадавшие уверены, с ними сводят счеты. За короткий период мы направили очень большую количество документов на Киев, которые пока что безрезультатно никто не реагирует. Про большие коррупционные схемы, где замешаны наши прокуроры, митники. Это и по лесу, и то, как решает прокуратура, уже сколько справ мы нашли. Активисты убеждают, запугать их не удастся. И уже в ближайшее время готовятся обнародовать детали своих расследований. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности телеканал Интер, Черновцы. Суд повторно восстановил Екатерину Амосову в должности ректора медицинского университета имени Богомольца. Более того, судья запретила Минздраву проводить проверку вуза. Напомню, 6 марта исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун во второй раз отстранила Амосова от работы. Главная причина – Киевский медуниверситет стал единственным в стране, где студенты-стоматологи третьего курса не сдали экзамен «Шаг». Без этого теста их не переведут на следующий курс. А вот Амосова своё отстранение называет «расправой» со стороны министерства. ДТП в Виннице. Пассажирский автобус снёс электроопору неподалёку от одной из остановок общественного транспорта. На тротуар ПАС вылетел после столкновения с другим автомобилем. Это произошло около половины десятого утра. От удара в автобусе вылетело лобовое стекло и одно из окон. Известно о четырёх пострадавших пассажирах. Одного пришлось госпитализировать. Полиция выясняет, кто из водителей виноват. Известно, что машины двигались в одном направлении. Глава одного из управлений полиции Сумской области устроил стрельбу в поезде Киев-Одесса. По информации издания Odessa.net, Николай Сыч якобы поссорился с одним из пассажиров, достал травматический пистолет и начал стрелять. По словам свидетелей, полицейский был настолько пьян, что не смог самостоятельно выйти из вагона. Инцидент в областной полиции пока никак не комментируют. Говорят, проверяют информацию. Римненская полиция прошлой ночью ловила пьяного водителя. Участие в погоне принимали пять экипажей. Чтобы уйти от патрульных, злоумышленник специально протарадил одну из машин правоохранителей. Пострадали двое полицейских. Как удалось остановить нарушителя, расскажут наши корреспонденты. Вот так после столкновения выглядит служебный Приус. Нарушитель, которого патрульные преследовали ночью, направил свой фольксваген прямо на авто полицейских. Члены экипажа рассказывают, пытались остановить водителя, чтобы предупредить, что он забыл включить фары. Но мужчина прибавил газа. Виктор был за рулем Приуса. После происшествия попал в больницу. Врачи говорят, если бы не сработали подушки безопасности, последствия ДТП могли бы стать гораздо серьезнее. Ведь удар пришелся как раз на сторону водителя. У него заподозрано травматичное ушкоджение нервовой системы. Враховывая механизм травматизации, зрозуміло, что потерпел ему значительно пощастило. Наразі его життю и здоровью ничего не загрожує, станет абсолютно стабильным. Напарник Виктора Игорь тоже в больнице. У него ушиб позвоночника. Коли врезався, ну, скажем так, не памятаю через те, ну, як не памятаю, удар и все. Він не реагував на сигналы ніякі, не светлові, не звукові, і, скажем так, навіть не гальмував. Пішов на травмат? Так. К этому моменту автонарушителя преследовали, а также поджидали для перехвата уже несколько патрульных екіпажей. После того, как злоумышленник протаранил авток олег, полицейские открыли огонь. Один із наших інспекторів, который бурбан на проїзді частині, оголив табельно-огнепальну зброю, перевів його томість і здійснив два постріли. Один із яких потрапив в бампер лівій передній частини транспорту, інший – у колесі. Только так копам удалось остановити беглеця. Сейчас он задержан. Ему 23 года. Он із Дубровицкого района. Во время погони і стрельби не пострадал. Принято рішення про початок досудового розслідування за кримінальні впровадження, за первинною правовою квалифікацією. Опер та нестанітній відповідь поліції під час виконання ними своїх службових обов'язків. Поліції рассказали, водитель «Фольксвагена» був п'ян. Тепер йому грозит до п'яти лет тюрьмы. Ольга Теревинська, Снежана Сидорух, Николай Василюк. Подробности – телеканал «Интер» Ривне. Однако на этом все несчастья минувшей ночи для Ривного не закончились. Во двор частного дома одного из местных бизнесменов ночью бросили гранату. Инцидент произошел около часу ночи. В доме на момент нападения находились 38-летний предприниматель с женой и малолетним ребенком. Никто не пострадал. В полиції имя владельца дома не называют. На месте происшествия правоохранители нашли осколки предварительно от гранаты РГД-5. Злоумышленников ищут. Им грозит от трех до семи лет тюрьмы. Вибух могла спричинити, скажем так, граната. Можливо. На данный час проводится додатковий огляд. Вибухом пошкоджено паркан, фасад будинку, а також вікна в будинку. Распочат криминальное проваджение за первой правовой квалификацией участия 14-296 этих хулиганцев. Столицы угрожают паводки. Киев может затопить уже в ближайшие дни, прогнозируют в Государственном агентстве водных ресурсов. Опасность наводнения возникла из-за обильных снегопадов, которые обрушились на город на прошлой неделе. Настолько серьезная паводковая ситуация в Киеве в последний раз была 8 лет назад. По прогнозам специалистов, на этот раз максимального уровня вода в Днепре достигнет к середине апреля. Чтобы избежать крупных подтоплений, гидроэлектростанции будут работать в особом режиме. Смотря на те факторы, это и наявность снегового покрыва, достаточно высокого, 31 сантиметр. И крылья, которая наблюдается на Днепре, тоже от 10 до 30 сантиметров. И притоки, которые сейчас формуются, это и Десна, это и Припять. Загрозливая ситуация. В сильном случае это затопление, подтопление. 17 тысяч пачек контрабандных сигарет в вагонах с рудой обнаружили пограничники в Волынской области. Сегодня утром, во время проверки железнодорожного состава в пункте пропуска Владимир Волынский, в трех вагонах нашли спрятанные ящики с сигаретами и тщательно засыпали рудой. Акцизных марок на пачках не было. Состав следовал в Польшу. Сигареты изъяты и переданы сотрудникам фискальной службы Украины. В ближайшие пять лет с территории Украины могут полностью исчезнуть подснежники. Однако этот факт не останавливает торговцев. Как борются с незаконной торговлей во Львовской области, расскажет Галина Якушко. Трасса Львов-Золочи. В 10 часов утра на обочине женщина с охапкой маленьких букетов из белых трехлепестковых первоцветов. Эти цветы занесены в красную книгу. Увидев камеру подробностей, продавщица пытается скрыться. Вы знаете, что их не можно продавать? Давай сюда, давай. Оказывается, женщина не одна. Вот эта девушка пыталась спрятать сорванные цветы в пакет, но полицейские, патрулирующие трассу, товар конфисковали. Вы на рейд? Да. На рейд в этом районе выходят и представители к инспекции. Говорят, за три дня ни одного нарушителя. Я думаю, что это поспорила погода, потому что были сильные морозы, и им реально было в лесе где-то вырастить этим подснежником. Чаще всего продажи краснокнижных подснежников промышляют жители сел, расположенных неподалеку от лесов. Но проверять людей, говорят инспекторы, у них нет полномочий. Если у вас есть видео, то нужно было бы скрывать материалы правоохранительных органов, для того, чтобы они становились сначала человеком. Если они становятся человеком, тогда они бы направили нам документы для притягивания до инспекционной поведенности. Где растут? Да. Скажут, где сразу. Где найти первоцветы в придрожном поселке, знает каждый. Владимира мы встретили в первом. На остановке он охотно согласился показать поляны с подснежниками. Люди идут их, потрошут, нужно что за слово. Идем около километра вглубь леса. Владимир рассказывает, местные жители выкапывают луковицы и выращивают цветы дома. Расгребают, вот такие куски метр на метр. Тогда вырывают их маленькими и в теплой воде тримают пару дней, чтобы они расцвели, работают букеты и на дорогу. Таким браконьерством занимаются около двух десятков селян, говорит Владимир. Полиции не боятся, штраф можно получить только за нелегальную торговлю. Это в среднем 3000 гривен. Да и то по решению суда. Активисты говорят, заниматься продажей первоцветов станет невыгодно только тогда, когда их перестанут покупать. Но цена на букет этому не способствует. Захапку первоцветов просят от 15 гривен. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер-Львовская область. Вы смотрите новости далее в выпуске. Американцы жалуются на полтергейст. Илон Маск представил подземку будущего, а в Париже на тату-фестиваль собралось более 400 художников по телу. Об этом и не только смотрите в нашем обзоре. Подземка будущего. Основатель Тесла и SpaceX Илон Маск продемонстрировал концепт беспилотного электробуса для подземных тоннелей. Передвигаться капсула будет автоматически, согласно заданному маршруту. А опускаться и подниматься на поверхность при помощи лифтов, оборудованных на остановках. Предполагается, что курсировать в тоннелях электробусы смогут со скоростью 240 км в час. Электронный полтергейст. Владельцы популярного в США, встроенного в колонку помощника Алекса, начали активно на него жаловаться в соцсетях. Он, дескать, начинает смеяться, когда ему заблагорассудится. Иногда зловещий смех доносится даже ночью. Пользователи говорят, такие выходки пугают не на шутку. Создается впечатление, что дома завелся полтергейст. Компания-производитель уже отреагировала на жалобы и теперь пытается усмирить свое детище. Прокатился на кругленькую сумму. Американец Кенни Батчман задолжал Уберу 1600 долларов за поездку. Кенни немного перебрал с алкоголем на вечеринке в городе Моргантаун, штат Западная Вирджиния. Вызвал такси, чтобы добраться до отеля, где остановился. Однако по ошибке вбил домашний адрес и отправился в Нью-Джерси, который находится в 500 километрах оттуда. Очнулся, когда был уже на полпути. Батчман решил рассказать свою историю и собрать деньги на краудфандинговой платформе. Однако весь долг оплатила компания по доставке здоровой пищи. Таким образом отблагодарила Кенни за то, что он не сел за руль пьяным. Два кита, мама и детеныш застряли в рыболовецкой сетке у берегов Сальвадора. О двух пленниках властям сообщил местный рыбак. Для их спасения задействовали целую команду рыбаков, биологов и ветеринаров. Когда млекопитающих освободили, команда спасателей следила за ними еще 15 километров, чтобы убедиться, что молодая мама и детеныш в полном порядке и могут беспроблемно передвигаться. Тело превратилось в художественный холст на международной ярмарке татуировок в Париже. Более 400 художников из Азии и Австралии съехались во французскую столицу на эти выходные, чтобы продемонстрировать свое искусство. Ежегодно фестиваль посещают около 35 тысяч человек. Тату-мастера уверяют, самые популярные рисунки сейчас это драконы и персонажи видеоигр. Многие, однако, остаются верны классике иероглифам на шее и бабочкам на пояснице. Торжественное открытие Паралимпийских игр состоялось накануне вечером в Пхенчхане. Представители 48 стран-участниц вышли на стадион под флагами своей страны. Одна из них, Северная Корея, представленная всего двумя атлетами, в этом году дебютировала. Сборная Украины в первый же день завоевала пять медалей. Одно золото, одно серебро и три бронзы. Первое золото Украине принес Виталий Лукьяненко, который выиграл спринт среди мужчин с проблемами зрения. Новая инициатива Министерства иностранных дел Украины перед поездкой за рубеж. Путешественникам рекомендуют оставить свои контакты в онлайн-системе ДРУК. Это новый сервис для добровольной регистрации украинских граждан. В случае экстренной ситуации турист сможет рассчитывать на оперативную помощь, рассказал Сергей Погорельцев, директор департамента консульской службы. Система предоставит информацию о происшествии, все необходимые инструкции и контакты. На сайте уже зарегистрировались около двух тысяч украинцев. Таковы итоги субботы, 10 марта. За дальнейшим развитием событий следите на нашем сайте подробности.ua. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok